Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Первый взгляд на Asus ROG Phone 2. Это Godzilla мира смартфонов. ROG Phone устройство нишевое, но не каждый готов выложить стоимость хорошего игрового ноутбука или ПК за геймерский смартфон. Тем не менее, спрос на подобные гаджеты есть. Не просто же так Asus готовит к выходу вторую версию. Журналистам показывали не финальную модель телефона, а находящуюся на этапе постановки в серийное производство прототип. С характеристиками железа уже определились, но дизайн корпуса и часть периферийных элементов еще требуют доработки. Все это не мешает передать первое впечатление от устройства. Только учитывайте, что релизный ROG Phone 2 может выглядеть иначе. К основному сценарию использования претензий ноль. Ни один из протестированных хитов ни разу не вызвал вопроса, ради чего вся эта мощь, спросите вы. Стабильный FPS, минимальный отклик в управлении, никаких притормаживаний или подвисаний. Добавьте сюда уникальную систему виброотдачи, виртуальные бамперы, выполненные в виде сенсорных зон с тактильной отдачей. Уже больше похоже на взрослую консоль, а не на телефон, да? Так и есть. Что же нового в ROG Phone 2? Само собой, модель 2019 года оснастили современной начинкой. ROG Phone 2 первым в мире использует топовый сок от Qualcomm 850+. Кроме того, установлен максимально возможный вопьем УЗУ. Наиболее шустрый накопитель из доступных смартфонам, передовая система охлаждения от Asus. Кому-то это покажется забавным, но все создано для получения преимущества над соперниками в мобильных релизах вроде PUBG. Процессор получил заводской разгон с 2,8 ГГц до 2,96 ГГц. Графический ускоритель сумели раскочегарить с 585 до 640 МГц. Так удалось превзойти результаты предыдущего самого быстрого Android аппарата на 12% и обеспечить стабильную работу при 100% загрузке в течение 30 минут без троттлинга. Кратко по техническим характеристикам. Установлен здесь Qualcomm Snapdragon 855 Plus с заводским разгоном. Графический ускоритель Adreno 640, также с разгоном. Оперативная память 12 ГБ DDR4. Внутренний накопитель на 512 ГБ UFS 3.0. Дисплей у нас Super AMOLED, размер 6,59 дюйма, соотношение сторон 19,9-120 Гц HDR. Камера у нас на 48 Мп, сенсор от Sony IMX586. Дополнительный широкоугольный модуль, также имеется. Стереодинамики, система виртуальных клавиш для игр, продвинутое управление вибрацией, подключаемая периферия, поддержка игрового режима ПО. Остальные улучшения тоже ориентированы на максимально комфортный и продолжительный гейминг. Экран увеличили почти до 6,6 дюймов, корпус стал прочнее, батарея выносливее. Так что ROG Phone это не только ценные МГц. Новинка также примечательна россыпью многофункциональных модулей. Разумеется, от прошлогодней модели навесное не подойдет. Изменение физических размеров сделало невозможной обратную совместимость с докупаемой периферией. Зато сами аксессуары похорошели. Отзывы пользователей позволили доработать практически каждый аддон к ROG Phone. По дисплею и звуку. Asus заявляет, что это лучший в мире мобильный экран. 120 Гц, отклик в 1 мс, поддержка EGR и цветопередача с отклонением Delta E менее чем в 1 единицу. А ведь мониторы с Delta E с двойкой считаются пригодными для редактуры фото и видео. Подобные характеристики доступны только AMOLED матрицам. И хочется на прототипах стоить не финальная версия дисплея. Уже сейчас понятно, маркетологи не преувеличивают. Внушительная диагональ не кажется огромной в руках. За это спасибо вытянутым пропорциям 19 к 9. Картинка ярко-сочный интерфейс отзывается на прикосновения молниеносно. Анимация сверхплавная. Даже если система не использует 120 фпс от рестовки рабочих столов и программ, высокая частота обновления вкупе с 240 Гц тач-панелью сокращает время реакции на действия пользователей. И жар видео выглядят так же хорошо и детально, как и на телевизорах за сотни тысяч рублей. Дополняют потрясающие характеристики фронтальные стереодинамики. Asus не стала изобретать велосипед, просто установила два хороших излучателя с равными возможностями на верхней и нижней кромке экрана. Звук чистый и громкий. Расстояния между динамиками достаточно, чтобы в альбомной ориентации на слух отличать левый канал от правого. В играх с 3D-аудио сценой и правильным размещением спецэффектов в пространстве легко ориентироваться на слух без наушников. По камере. Геймерскому смартфону в первую очередь важны производительность и автономность. Но инженеры бренда отзадачились и фотовозможностями. На задней панели аппарата расположились сдвоенный модуль. Основной сенсор сделан на базе 48-мегапиксельного Sony IMX586 диафрагмой f1.8, оптическим стабилизатором и фазовым автофокусом. Дополнительный суперширик 13-мегапиксельный. Также используется в портретном режиме как датчик глубины сцены. К сожалению, примеры кадра с телефона попадают под NDA. Их запрещено публиковать. ПО камеры не финальные. Инженеры еще работают над точной настройкой параметров. Однако никто не мешает нам рассказать про возможности фото и видео. В целом, качество картинки не уступает прошлогодним флагманским камерафонам. Автофокус быстрый, снимки четкие, резкие, с большим числом мелких деталей. Даже если родное ПО релизной версии будет в чем-то уступать фишкам камеры из топа Dexo, установка софта от Google исправит ситуацию. Ведь в ROG Phone 2 используется один из популярнейших сенсоров вместе с чипсетом Snapdragon. По первым впечатлениям новинка Asus достойный ответ портативным консолям. Легкий, яркий, мощный гаджет с потрясающе продуманной начинкой и прорвой периферии. Такому набору позавидует техника из Купертина. Впрочем, подводить итоги пока рано. Дождемся финального сэмпла, который не будет отличаться от серийного экземпляра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok